Доброго времени суток! Личный кабинет Beeline это специальный сервис, который позволяет абоненту настраивать условия обслуживания без посещения салона или звонка в колл-центр. В данном видео будет рассматриваться исключительно функционал, поэтому если вы не знаете как войти в личный кабинет, вы можете ознакомиться с соответствующими видео на канале Портал Технологикус. Ссылки в описании к данному ролику. Теперь можно приступать к обзору функциональных возможностей личного кабинета Beeline. Мой Beeline главная страница личного кабинета. Нас сразу же встречает реклама мобильного приложения мой Beeline. Далее идет блок с номером телефона, названием тарифного плана и размером абонентской платы. Если у вас тариф с абонентской платой и пакетами минут смс и мобильного интернета, то вам покажут достатки по пакетам и предложат настроить тарифный план. Также здесь вы можете ознакомиться со списком других тарифных планов или заблокировать свой номер. В соседнем блоке располагается информация о вашем текущем балансе. При необходимости вы можете его пополнить или взять доверительный платеж. Если ваш тарифный план не слишком доходный для Beeline, то вам обязательно предложат другой тариф, подороже. Подключенные на текущий момент услуги с возможностью перейти в каталог услуг. Данный пункт есть в левом меню, поэтому рассмотрим его чуть позже. Далее еще одно предложение от Beeline. Еще более дорогие тарифы, но уже со временной скидкой. Дополнительные балансы, это, как понятно из названия. Другие балансы помимо основного. Стандартный баланс ММС промо. Если вы подключали контроль расходов, то здесь же вам покажут баланс для оплаты дополнительных услуг, то есть мобильных подписок. Кстати, услуга контроль расходов отличная защита от мобильных подписок. Узнать о ней вы можете перейдя по ссылке в подсказке. В самом низу располагаются предложения от партнеров Beeline. Иногда здесь можно увидеть нечто действительно интересное. Подключенные услуги. Один из наиболее полезных разделов, а возможно и самый полезный. Услуги. Здесь отображаются подключенные вами услуги и их стоимость. При желании услуги можно отключить. В самом низу страницы располагается ссылка на каталог мобильных услуг компании Beeline. Сервисы. Если вы случайно подключите мобильную подписку, то вам необходимо зайти именно сюда и отключить все подписки. Также на странице имеется ссылка на каталог информационных сервисов. Но я не рекомендую даже заглядывать туда. Детализация. Возможность узнать о назначении и дате каждой потраченной копейки. Вы можете выбрать нужную дату или временной отрезок и сформировать отчет. Баланс и бонусы. Ничего интересного. Вы можете посмотреть структуру расходов за выбранный вами ранее период или посмотреть детализацию. И честно говоря, это самая слабая детализация среди всех мобильных операторов. Отображение прямо в личном кабинете – хорошо. А вот то, что заказать детализацию можно только за последний месяц – это очень плохо. Блок платежи, где вы можете посмотреть последнее пополнение баланса. Блок задолженность с говорящим названием. Она либо есть, либо ее нет. Уведомления. Копия части уведомлений, отправляемых по СМС. По услугам – все есть. По пополнению баланса – нет. Настройки. Управление номерами. Этот раздел может пригодиться в том случае, если вы управляете или планируете управлять номерами своих родных или близких. Вы запросто можете добавить номер своих родителей или бабушки с дедушкой и следить за их расходами, переводить на другие тарифы, отключать мобильные подписки и ненужные услуги прямо из своего личного кабинета. Уведомления о мобильных событиях. Здесь вы можете настроить способы уведомления. По СМС или электронной почте. Выбрать события, о которых хотите получать уведомления. Настроить отправку ежемесячной детализации звонков на вашу почту. Пароль и доступ. При желании вы можете сменить пароль. Если вы каждый раз пользуетесь временным паролем, то возможно есть смысл перейти на постоянный. Лично я так и сделал. Еще вы можете настроить отправку пароля на свою электронную почту при восстановлении пароля. Иногда это может быть очень полезно. Настройки ограничений в приложении мой Билайн. Полноценный или ограниченный доступ. Анкета абонента. Лично я ее не заполнял, да и смысла в этом особо не вижу. Вот такой вот функционал у личного кабинета Билайн. Если я вдруг что-то упустил из-за ограниченных возможностей своего тарифного плана, напишите об этом в комментариях. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.